Дорогие друзья, добрый день! Мы продолжаем наши уроки по недельным главам на основе беседы Борисовского Рэда, вот этой замечательной книги. Сегодняшний недельный глава называется «Шлах» и название беседы «Теория или практика?» – знак вопроса. В этой главе рассказывается о грехе разведчиков. Муша Рабейну посылает разведчиков обследовать землю Израиля, и они возвращаются полной критики. Это земля, которая поглощает своих жителей. Тогда евреи начинают говорить друг другу, давайте назначим себе нового предводителя и вернемся в Египет. Какая реакция? Здесь напрашивается несколько вопросов. Во-первых, как может быть, что люди, разведчики, о которых сама Тора свидетельствует, что все они главы народа Израиля, совершили такое серьезное преступление? Напомню, что это было 12 человек. Это были самые лучшие люди, предводители колен Израиля. 12 колен. 12 представителей 12 колен. Из них двое были Калиф и Йошебену. Это были два человека, которые единственные говорили хорошо о стране Израиля. И, как помните, Калиф, перед тем, как отправиться и исполнить это важное поручение, он понимал, что ему нужны будут особые силы для этого. И он пошел, пошел к пещере Махпела. И на пещере Махпела он распластался, лег на нее и молился Богу, чтобы он дал ему силы выдержать это испытание достоинно. Итак, второй вопрос. Как разведчики смогли совершить такую ошибку, да еще и убедить остальных евреев в том, что мы не сможем войти в землю, потому что силен народ, обитающий там. Ведь все они лично видели открытие, открытые чудеса Всевышнего. Еще в Египте 10 казней. Потом разделение вод Красного моря. Потом в пустыне ман с неба, колодец Мирья, облака славы. Столько чудес, подтверждающих власть Всевышнего. Как после этого они могут бояться войти в землю Израиля и исполнить повеление Всевышнего? Учение хасиизма объясняет, что поведение разведчиков исходило именно из их высокого духовного уровня. Ведь существует принципиальная разница между служением Творцу в пустыне и служением в земле Израиля. В пустыне евреям не нужно было прикладывать усилия, чтобы зарабатывать себе на хлеб и заботиться о прочих материальных нуждах. Не нужно было пахать и сеять и так далее. Ведь они получали все свыше чудесным образом. И еду, и воду, и даже чистую одежду. У них был all inclusive. Все было готово. Никаких сил не нужно было прикладывать. У них была только одна задача и наслаждение учить то. Более того, и сам хлеб, который они получали, был более духовным. Хлебом с неба. В Гемаре говорится, что ман усваивается полностью. Усваивался полностью и не давал никаких отходов. То есть не было совершенно никаких отходов после питания. Он полностью переваривался и становился частью клеток тела. Евреи были полностью отделены от всего материального. Никаких забот материальных. Когда же они вошли в землю Израиля, порядок совершенно изменился. Ман и колодец Мирьям, который давал им воду по дороге, исчезли. Облака славы тоже. Облака славы, которые защищали их от зноя. От зноя в пустыне. Теперь им пришлось трудиться и заниматься земными делами. Как сказано, когда войдете в землю, которую я даю вам, шесть лет сейте свои поля и шесть лет возделывайте свои виноградники. Здесь уже речь идет о хлебе, хлебе из земли. И так во всем остальном. Это уже жизнь физическая, материальная. То есть надо было работать с этим материальным миром. Тогда началась эра взаимодействия с материальностью. Нужно было заботиться о своей семье, об обитании, выращивать хлеб. Из этого различия между пустыней и землей Израиля вытекает дополнительное существенное различие. В пустыне и стране Израиля занимались духовной частью Торы, ее изучением на очень глубоком уровне. Тому есть две причины. Первая. Поскольку они сами были более духовными, то могли заниматься духовными вещами, как сказано. Раби Шимон Бен Гюхай говорит, Тору в состоянии толковать лишь те, кто ели мать. Второе. Практическая часть Тора. Исполнение заповедей, которые в большинстве своем исполняются посредством физического действия. Возможно только тогда, когда человек имеет связь с материальным. Только тот, кто взаимодействует с материальным миром, способен его изменить. И только тогда можно на практике применить те знания Торы, которые изучаются теоретически. И мы видим, что фактически подавляющая часть заповедей евреи начали исполнять только в земле Израиля. Поэтому на земле основа служения Творцу – это исполнение заповедей. А мы знаем, что исполнение заповедей – это возможность связаться со Всевышним. Слово «митзва» – заповедь происходит от слова «цавта» – связь. То есть Всевышний непостижение, он безграничен. И как нам связаться с ним? Как нам с ним взаимодействовать? Только тогда, когда мы исполняем его волю в этот момент, изучая Тору, исполняя его заповеди, мы получаем так называемый Шмидштейн, связующее звено, возможность приблизиться к ним. Конечно, когда занимаются вспашкой, сеянием и тому подобное, то уже нет времени так глубоко изучать Тору. Но с другой стороны, именно тогда обретают силу заповедей, связанной с землей Израиля, регламентирующей отношения между людьми и тому подобное. Разведчики, которые находились на высочайшем духовном уровне, не желали входить в землю Израиля, потому что для них это означало спуститься вниз, спуститься из духовного мира материальным. Это и было их утверждение. Земля, которая поглощает своих жителей. Что земная суета и хлопоты полностью поглотят нас, сделают нас абсолютно материальными. То есть они не хотели отрываться от изучения Тора, они не хотели заниматься повседневной работой, которая отвлекает их от духовности. И на это Калев отвечает, что, мол, наоборот, они наш хлеб. Главы колен боялись, что не смогут выстоять в испытании материальности. Ведь явные чудеса, которые были в пустыне, это лишь единственная, то есть естественная часть жизни в пустыне. Жизнь, которая была целиком и полностью духовной, выходящей за рамки законов природы. А в Израиле, в земле Израиля, где уже все будет идти согласно законам природы, уже не будет таких чудес. Так и произошло на самом деле, когда евреи вышли в землю Израиля, мангот и колодец, мирьян и облака славы Всевышнего исчезли. В чем же была ошибка разведчиков? Они не поняли, что главное это не только изучение, а исполнение. Как говорится, что тот, кто знает, не делает, не применяет, он не знает. А тот, кто умеет и постоянно не делает, он не умеет. Так вот, они не поняли, что главное это не только изучение, а исполнение. Вся цель нахождения в пустыне, это войти в землю Израиля, это был подготовительный период. Конечно, в пустыне была возможность оторваться от материальности, изучать Тору без всяких помех. Там же все было для жизни, все необходимое. Но все это было лишь в качестве подготовки к земле Израиля. Как сказано, велико учение, которое приводит к действию. Итак, обобщим. Оказывается, что ошибка разведчиков заключалась в том, что они боялись потерять то драгоценное время для изучения Тора, которое они использовали в пустыне. И они понимали, что придя в землю Израиля, им придется работать, прикладывать усилия, чтобы добывать себе пищу, чтобы заботиться о своей семье, чтобы возделывать землю. Им не хотелось терять на это время. Они хотели задержаться в пустыне, где было все, как в пятизвездочном котеле для них. Но наша задача – использовать знания Торы для того, чтобы преобразовать этот замечательный мир и сделать его уютным жилищем для Творца именно здесь, материальным. Замечательного дня и хорошей, удачной, благополучной недели! Субтитры создавал DimaTorzok